здравствуйте вы на канале урал спецтранс цистерны бывают специального и общего назначения двух и трехосные равной и безрамной конструкции а также различных грузоподъемностью и объемом и сегодня с константином про мы сделаем небольшой обзор цистерн безрамной конструкции и сравним ее с равной конструкции все цистерны производства компании урал спецтранс а зачем вообще его поднимать опускать чтобы не просто не так сказать резинный пробег не делать одно только к это поднимает а эти все равно же вкатаешь по асфальту или например 6 колес пустую бочку или 4 зачем этот прицеп поднимать чтобы от мусора спрятаться красный габарит раз его опустил здравствуйте константин вы все со шпаргалками ходят частью чуть возник вопрос зачем прицеп поднимать вообще откуда она родилась эта передняя ось можно можно было и без нее ездить по идее у нас есть требования значит по развесовкам то есть дороги бывают разных категорий по нагрузке пассивой то есть 6 тонн 10 11 с половиной и в зависимости от категории дорог есть требования чтобы машины полуприцепы вообще дорожная техника не разрушала дорожное полотно асфальт вводят дополнительную ось чтобы нагрузка распределялась то есть грубо говоря или у полуприцепа нагрузка будет или на 4 колеса распределяться до плюс тягач либо на 6 колес достигать нагрузка соответственно каждую ось будет меньше вот в чем особенность наших бочек безрамных мы везде значит старались достигнуть в принципе достигли что у нас нагрузки на ось не превышает 7 тонн на сайте можно посмотреть у нас там характеристики вышли почему ось надо поднимать именно тут для чего эта функция ну во-первых бочка может идти пустая и распределение такое уже не надо поэтому ось подняли собственно у нас нет износа резины меньше сопротивление качению тягача автопоеза средстве и меньше расход топлива при определенных условиях допустим при узких стесненных условиях когда надо развернуться на трех осях достаточно сложно развернуться потому что оси не поворачиваются и соответственно происходит как бы так называемая разбортовка колес смарт-борд система некоторых случаях местами и смарт-борд мы ставим когда у нас также реализована функция так называемая esp то есть противозаносная функция на легковых автомобилях она есть одна из функций смарт-борда который мы устанавливаем можно мерить нагрузку по осям некоторые клиенты сейчас просят работники гибдд пошли очень такие дотошные грипп останавливали а ты мне покажи какая у тебя нагрузка по осям вот водитель здесь может показать нагрузку по осям зачем поднимать опускать ну во первых подушка будет работать она должна быть поднята вообще нормальное состояние у нее амортизация происходит за счет сжатого воздуха мой центр то есть если здесь эту функцию рессоры выполнять металлические то есть в гашении колебаний динамических от нагрузки то здесь воздух в камере и собственно еще нужно выровнять чтобы с тягачом более-менее она ровно была оси бывают разные мировых производителей все огромное количество сейчас мы ставим оси сав 8 составим оси бпв это из европейцев и ставим оси если китайский оси азиатский мы ставим работаем с производителем фула но если какой-то будет спецзаказ эксклюзивный пожелание у клиентов какие-то особенные 8 поставим а какие еще есть ой слушай гигант оси есть по моему турецкие потом есть оси l1 много всяких осей все не помню а чем они отличаются рамные безрамные бочки для тяжелых условий эксплуатации там где прицеп испытывает большие нагрузки для того чтобы снять эти нагрузки нагрузки с сосуда делается рама и рама несет все нагрузки от дорожного покрытия то есть плюсы какие целей бочка на плохой дороге минусы такие вся бочка получается тяжелее так же как на наших топливозаправщиках сосуд лежит на лентах то есть вот ложементы снизу резинка специальная прокладка и нагрузка от бочки распространяется на раму и опять же обратно обратный эффект когда бочка едет рама шевелится нагрузки от дороги на бочку не передается это рамные а безрамные безрамные бочки вот она безрамная бочка то есть у нее нагрузка то есть сама же бочка сам сосуд он и несет нагрузку вот он лишь как атаковая рама отсутствует то есть есть тумба под седло вот она сделана приварена под седельно-сосудное устройство для двигателя и значит сделан так называемый подрамник моего называем под саму тележку все швы у нас поперечные некоторые продольные швы у нас варит робот можно показать швы достаточно ровненькие вот полностью отказаться конечно вот ручного труда не получается то есть робот не везде может проводить то есть у нас сварщики высококласс бочки бывают по количеству секции могут отличаться если могут быть одна секционных двух секционных трех секционных четырех секционных как правило с большим количеством секции уже не заказывают на все топливозаправщики выдаем так называемое свидетельство о поверке документ который подтверждает норму вместимости конкретной бочки то есть это по этому документу клиенту бочки теоретически могут заправлять даже без счетчика то есть где-то на нефтебазе по документу если есть там 28 кубов или 30 кубов то есть ему заправили по мерный уголок фактически емкость соответствует какие какого сечения было сечение бывает круглая бывает чемоданная бывают эллипсная бывает комбинированно здесь у нас сечение бочки круглая плюс передняя часть так называемое сужение то есть мы его бутылкой называем вот значит для чего это сделано для того чтобы обнизить центр тяжести все бочки вот не зачем она круглая чтобы максимально укоротить всю бочку чтобы она была маленькая небольшая коробка габариты бочки здесь бочка чемоданного сечения то же самое сломанные рамы то есть в передней части у нас сечение ну то есть донышки другие тоже для того чтобы обнизить центр тяжести то есть это в первую очень сказывается на устойчивости автопоезда. Опять же, чемоданное сечение, но при одинаковом объеме используемого металла позволяет вместить больше объем жидкости внутрь. То есть это наиболее оптимальный вариант, где нужно соблюсти и низкий центр тяжести, и при этом максимально использовать возможности самой металлической конструкции. Это наиболее удобно именно для тех клиентов, у кого определенные условия, то есть эксплуатация. Отсутствие дорог, никаких дорог, плохие дороги. Да, для них удобно. Здесь у нас опять же все-таки акцент сделан на тягачи с достаточно высоким седлом, то есть в первую очередь для бездорожья. Если делать бочку, допустим, для тягача 4 на 2 колесную форму, которая только по асфальту бегает, у которого высотла седла там 1150 миллиметров, можно делать бочку прямую, безрамную, она будет дешевле просто. Лесенка здесь у нас удобно сделана. Смотри. Ну смотри, поручень одновременно поднимается. Я опускаю лесенку, одновременно поднимается поручень. Суточка неудобна. Раз, все, и я полез. Ящик для песка. Ящик для кошмы. То есть требования до пога. Собственно, сама бочка. Значит, экологический короб здесь выпал. Кстати, вот можно сверху посмотреть. Ну да. Тоже так сделано. Вот смотри, допустим, тут экологический короб, это вот это вот требование, чтобы разлитые нефтепродукты на улицу не выливались, на землю. Вот это вот конструкция таким образом у нас реализована. То есть тут идет один общий экологический короб по всей бочке. Он же одновременно играет роль дополнительного, скажем так, усиления ребра жесткости для самой бочки. Вот допустим, на ранную бочку, если мы посмотрим, там экологический короб сделан над каждой секцией. Там тоже трап сделан подъемный, алюминиевый. Давай здесь заглянем, посмотрим мерный уголок. То есть вот клапан дыхательный у нас, когда происходит, ну, где-то летом нагревается, собственно, значит, газы расширяющие имеют возможность выйти. У нас здесь с тобой бочка должна быть, вот на ту потом мы залезем. она у нас сделана по системой рекуперации. Здесь без системы рекуперации. Значит, так, таким образом здесь открывается. Давай, давай, давай. Давай, 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 вот, бочку заглянем. Получится у тебя снять, нет? Получится, это да. Вот там мерный уголок, вот этот вот, алюминиевый. То есть вот, имея на руках свидетельство о поверке, на нефтебазе заполняют топливом по этот мерный уголок, собственно, и, ну, фактически это определяет емкость, и по документу по свидетельству о поверке идет расчет. Значит, вон там у нас видно еще донный клапан, если посмотришь, вот внизу, видишь? Вот этот круглый? Да, круглый внизу. Это донный клапан. Это специальное устройство, тоже требование безопасности. В случае опрокидывания бочки, в случае отрыва трубопроводов от бочки, донный клапан должен запереть. Собственно, топливо не должно вылиться. Надеюсь, ни у кого этого не произойдет никогда. Так, все, закрыли. Так, здесь вот опломбировать можно. Здесь еще барашек может быть, чтобы никто ничего не слил. Это у нас безрамная бочка круглого сечения, безрамная бочка чемоданного сечения и безрамная бочка, по-моему, тоже круглого сечения. Ну, подойдем, посмотрим. Смотри, сейчас опять раз вот так вот. И все, и у нас шикарно. И вот здесь вот потом раз, и у нас все опять защелкнулось. Пенал. В пенале у нас рукава для слива топлива. А то как это сделать? Эти, эти, да? Да. Газлифты? Газлифт, да. Ящик у нас на так называемый СРТ. Почему-то тут у нас вода, которой не должно быть. Вопрос конструкторам, где сливное отверстие. Сливное отверстие вот. Где? Вот. А, сливное отверстие вот, но оно да. Ну, почему закрыто. Все нормально, вот видите, господа. Сливное отверстие есть, зря я на конструкторов. Значит, все тут есть. Просто оно, значит, надо его открутить. Чтобы все слилось. Наверное, да, на время и положить пробочку. Значит, система раздачи топлива. Значит, вот подходит слив из трех секций. Они могут быть как отдельные, то есть, значит, так и соединяться в один общий коллектор. Вот в данном случае один общий коллектор, кран, общий коллектор и слив. Значит, далее здесь система следующим образом устроена. Вот у нас стоит гидромотор. Через муфту соединяется с топливным насосом. Далее, вот именно в этой бочке еще реализована функция системы раздачи топлива. Вот здесь специальный патрубок выведен. Да, значит, сюда можно подсоединяться шланг и ставится счетчик пистолетом. То есть, здесь еще можно заправлять, собственно, как на автотопливозаправщике. Значит, такая сложная система у нас стоит, СРТ. Она, ну, это по заказу клиента, то есть, она позволяет выполнять следующие функции. То есть, она может работать как самосливом, то есть, значит, топливо может из бочки опорожняться самосливом, либо с помощью насоса. Также может закачиваться способ насоса топлива в бочку. И, минуя бочку, насос может позволять перекачивать топливо, то есть, из другой бочки в какую-то третью бочку. Ну, тут для этого такая система сделана. Потом посмотрим, там есть более простая система. Все, закроем? Да. А, вот еще, подожди. Управление донными клапанами. Вот здесь вот пневматическое управление донными клапанами. Специальный фильтр стоит, именно воздушный. Вот как раз про те донные клапана, о которых мы говорили. Сейчас вот отсюда его будет видно. Вот, вот если, вот, 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 не знаю, смотри, вот, вот он, видишь, вот там. Когда водитель приехал, ему надо слиться, он донный клапан открывает. Нормальное положение у донного клапана закрыто. Вот он из последней секции, донный клапан. Значит, донный клапан имеет управление, возможность механическое управление, открытие, запирание. И есть возможность воздушного управления. И вот в этой бочке, я сказал, что есть система раздачи топлива. Так. Ну, может быть реализовано. Вот, значит, крючки для шланга. Здесь подразумевается установка счетчика. Как правило, это ППО-40. И потом шланг опять возвращается в ящик. Должно быть отверстие, и туда раздаточный пистолет прийти. Здесь более простая система управления стоит тормозов. Без смарт-борда, без подкачки к нервной подвеске, потому что здесь стоит рисунок. Ага, смотрите. Закрывается. Вот, кстати, мы с конструкторами об этом говорили. Так. То есть водитель открыл, ему ветром уже не закроют. Вот они установили специальный рычажок такой, то есть вот, оп, и потом тогда только можно закрыть. Видишь, какие молодцы. Вот, все у нас конструктора. Значит, пеналы для огнетушителей. Давай посмотрим. Значит, вот у нас огнетушители и пеналы. То есть требование вообще, чтобы огнетушитель был. Пенал это, собственно, функция не обязательно, но это такое требование есть, что огнетушитель должен быть защищен от осадков. В данном случае пенал. Здесь вот кран, кстати, специальный, тоже из воздушной системы, стоит для подкачки шин. То есть водителю не надо, допустим, стягача тянуть шланг, здесь ему надо подкачать шины сами. Вот вот специальный краник стоит. То есть он сюда одел. Видишь, воздух. А вот мы там говорили про экологический короб наверху с тобой. Это вот как раз слив из экологического короба. Сейчас открою. Значит, в этой бочке водички нету наверху. То есть вот это закрыто, он открыл, и остатки топлива куда-то в ведро слил. Круки для того, чтобы где-то бочку вот куда-то вытягивать можно было. Тут СРТ должно стоять другое, попроще. Я даже затрудняюсь, что это такое. Да, это какой-то зип, ступичный ключ. Это у нас знак опасности. Так, давай покажу. Вот здесь как раз общий коллектор отсутствует. Здесь слив из каждой секции отдельный. Он не соединен. Катушка заземления. Тоже, значит, управление донными клапанами. Фильтр давления на воздух. Тут что-то еще лежит. Что тут у нас лежит? Там какие-нибудь ключи, я думаю. Давай посмотрим. Будем знать, что тут случилось. Уже ледяки. Нет? Да. Кстати, там баллонник лежал. Вот ступичный. Я меняю. Вот ступичный ключ. Там еще какой-то ключик лежит. Вот до крышечки. Вот, кстати, видишь, слив открытый из экологического корова. Вот дождь идет, водичка сливается. Тут тоже оси СА. Тут тоже система смарт-борд. То есть нагрузка по осям. Можно смотреть. Ящик по-другому сделан. Вот здесь ящик, по-моему, сделан на всю ширину бочки. Сейчас мы с тобой посмотрим. И открывается, видишь, как интересно. То есть это в стесненных условиях, где-то раз, а мы надо открыть. Оп. Да. И держится, да? Подожди. У нас, да. Ну, тут тоже, зато минус какой-то лишний до конца открывается. То есть тут можно хондробанду возить. И летом как спальник использовать даже. Так, здесь какая система? Ну, вот тоже видно донный клапан, видишь, с ручным дублированием пневмоуправления. То есть это для чего сделано? Это для того, чтобы реализовать систему раздачи топлива. Можно было либо налево, либо направо потребовать у клиента. Либо на обе стороны. Вот. То есть он куда-то приедет на заправку, значит, разгружаться на автозаправку. Ему очень удобно будет. То есть ему не надо будет там где-то разворачиваться, искать возможность припарковаться нужным образом. Заехал. Любым боком. Либо левым, либо правым. И, собственно, свил. Вот, видишь, штучки такие. Это у нас система. Сделаны специальные требования такие, чтобы на бочке были контакты для заземления. Это краска только проводящая семенькая. Объем цистерны может быть разный. То есть на сегодня мы делаем до 40 кубов цистерны. Делали контейнер цистерны, по-моему, 50 кубов. Оси БПВ, обратите внимание. Европейский производитель. И эта бочка, кстати, тоже на алюминиевых дисках. Вот эти алюминиевые диски в общей сложности позволяют с учетом запаски сэкономить вес бочки. Здесь именно диски специальные стоят. Фирмы Алкоа. Кованые диски. Алюминиевые кованые диски. Вот здесь вот алюминиевые штампованные диски. Там стальные диски. То есть различия по дискам. Но это вот диски дорогие, так скажем так, на любителя. Но они дают возможность бочку облегчить. Для чего нужна система рекуперации газа. То есть это у нас же все модно идет с Европы. Специальное соединение. И вот этот блок как раз электрон для подключения снимающего электронного устройства для автоматической заправки этой бочки. То есть как оно работает. Бочка приезжает на нефтебазу куда-то. Сюда подключается специальный коннектор, который связан, ну, провод, который связан с нефтебазой. И оператор непосредственно у себя по компьютеру заправляет. Там наверху, вот видно, шлейфы идут. Видишь, от каждой горловины идут электрошлейфы. Там, значит, установлены датчики заполнения. И оператор у себя на компьютере, собственно, в режиме реального времени отслеживает фактический объем заполнения бочки. Как только бочка заполнилась, дает сигнал туда, и насос перестает качать и заправлять топливо. В процессе заправки здесь заправка производится нижним наливом. То есть не через горловину, а снизу подключает оператор в нужную секцию шланг. И заправка происходит снизу. Не сверху через головину, а снизу. Но пары, которые находятся в бочке, они вытесняются топливом, и им надо куда-то выходить. То есть их, конечно, можно выбросить в атмосферу, но, собственно, мы же боремся за экологичность. Поэтому эти пары все собираются и по специальному трубопроводу, вот здесь он от прямоугольного сечения. Он выходит, опять же, подключается шланг, где-то там на нефтебазе или на заправке. И через специальную систему конденсации, эти пары конденсируются, собственно, и в виде топлива опять сливаются в резервуар. Это переходник. Знаете, ты зачем он? Вот, видишь, при нижнем заливе, вот она у нас, когда защелкивается, она надавливает, вот, видишь? Да. И открывается автоматически. Сдергивается, когда она закрывается. А это переходник на обычное наше соединение, более распространенное. Вот это у нас полутопливный шланг. Газовый и желтый, все правильно. Да, это вот как раз, чтобы пары собирать. Вытесняемый из бочки пары собирать. Вот, обратите внимание, какой толщины пеналы, собственно, это вот ПНД труба. Она достаточно себя неплохо ведет, в том числе на морозе. То есть вот пеналы достаточно стойкие. Наши безрамные бочки, у клиентов у наших есть опыт эксплуатации с тягачами-вездеходами, то есть с КамАЗом, 53-504 с Уралом, 44-202, они себя неплохо показали. То есть, несмотря на то, что рамы отсутствуют, клиенты, которые ведут смешанные перевозки и в условиях хороших дорог, и в условиях бездорожья, тоже неплохо используют наши бочки. И там, и там. Достаточно крепкие. Ну все? Получается, да. Бочки Уралспецтранс. Хорошие бочки. На этом пока все. Не забывайте подписывайтесь на канал Уралспецтранс и задавайте свои вопросы в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok